Два, три. Побежали. Не толкаемся. Отлично. Все добежали до суши. На пляже в поселке Шмидт на настоящий переполох. Все от мала до велика учатся плавать брасом, кролем, на спине или по собачьи. Я заходил, сначала боялся так глубоко, потом уже начинал похорошей плавать, чтобы не утонуть. Когда, например, захотел покупаться в реке. Когда жарко, это весело купаться, играть в воде. Стать чемпионом по плаванию, пусть и поселкового масштаба, ребят учат профессиональные инструкторы. Выполняют различные упражнения, учат правила поведения на воде. А тем, кто воды боится, помогают ее полюбить. Мы начинаем с того, что мы набираем в ручки водички и льем себе на голову. То есть, таким образом ребенок привыкает к плоде, и он с ней знакомится. Нужно преодолеть этот психологический барьер, и чтобы, когда он будет преодолен, то вообще никаких проблем не возникнет. По разным группам будем заниматься. Кто не умеет плавать, значит, покажем определенный вид упражнений, которые они должны научиться, прежде чем научиться плавать. А те, кто плавает, значит, покажем те упражнения, которые, чтобы развивать навыки плавания. Организовать интересный, безопасный и полезный досуг для детей придумали в общественном совете номер один микрорайонный вокзал. Они ждали, звонили, в общем, с вечера вчерашнего, а вдруг отменят, а вдруг дождь. Мы очень нуждаемся в том, чтобы с нами занимались, с нашими детьми, чтобы их обучали правильно организовывать свой досуг, чтобы взрослые здесь не распивали алкогольные напитки, а отдыхали культурно, воспитанно и убирали за собой мусор. Когда люди обращались в общественный совет, они даже не предполагали, насколько быстро реализуется их мечта превратить это место в самый уютный пляж в городе. Общественники быстро организовали субботник, а водолазы исследовали дно. Вот так эффективно через механизм общественных советов можно решать на местах различные вопросы. В сентябре в Самаре пройдут выборы в районные советы, куда войдут люди труда, люди созидания, неравнодушные к судьбе и развитию родного города. Марина Матвеевшина, Максим Гусев, События.